Рейнджеры добрались, отлично. Скорее заходите в гараж. Я пошлю ботов затащить внутрь вашу машину, пока бандиты ещё её не заметили. Вы же постоянные рейнджеры, верно? Я с кем договорился, патриархом. Рад вас видеть. Я так и надеялся, что вы заяетесь. Патриарх тут кучу всего хочет сделать, а времени у нас на это мало. Значит, вот что я вам скажу. Прямо сейчас Либерти Бикеннон сидит у себя в лагере меньше, чем двух сотнях ярдов от нас. Но по ходу дела, без тактической ядерной доголовки её оттуда не выковырять. Она заделывалась вроде как королевской королевой этих язычников. Набиратели шрамов, велоспаяцас, ошмётков оставшихся от Дорси. Даже божиловы, мать их, башмаки и лижут. Так что даже таким крутым ребятам, как вы, не под силу будет туда пробиться и вытащить её живьём, как хочет патриарх. Но у меня есть план. Минуточку, минуточку. Давай для начала выясним, что тут за хрен такой. Подожди, ты вообще кто? Ну, второе. Вас обо мне никто не предупредил? Как обычно. Я механик. Решаю разные технические задачи. Бандитам ремонтирую машины и они мне доверяют. Потому что руки у меня откуда надо. Но на самом деле я решаю кое-какие задачи для патриарха. Типа подсыпать Либерти без колбин за бак, пока её тачка не выехала на трассу. Поэтому он меня сюда и послал. Печёте? Теперь можем перейти к делу. Как тебе удалось выжить, Либерти убила столько других шпионов патриарха? Сложно сказать, если ты такой хитрый, решала, тогда зачем мы-то тебе нужны? Хорошо, что ты есть здесь. Помощь нам не помешает. Так, первое. Хе-хе-хе. Я как по-вашему? А как по-вашему я завел её доверие? Готов пойти на всё, лишь бы выполнить задачу. Умно. Ты погубил других шпионов, чтобы упрощить своё положение? Это мерзко. Эй, если для дела это нужно, я готов стать плохим парнем. А вы? Ну что, прошёл я вашу проверочку? Можно сказать, если ты такой хитрый. Так, хорошо, что ты здесь. Так, первое. Всё очень просто. Если меня поймают за попыткой саботажа, сколько времени уйдёт у патриарха, чтобы внедрить сюда другого шпиона? Много. Очень много. К тому моменту Либерти уже будет стучаться в парадную дверь. А если поймает вас, то я всё же так же буду здесь. А патриарх сможет прислать ещё одну бригаду одноразовых тупых качков, чтобы выполнить грязную работу. Усекли. Так, очень приятно знать, как ты к нам относишься. Ну и каков твой план? О, гать. Отлично. Мы здесь за тем, чтобы исполнить поручение патриарха. Расскажи, что у тебя за план. Если ты так к нам относишься, тогда пошёл нахрен на свои планы. На патриарха мы работаем не больше, чем на кардита. У нас свои собственные планы. Мы вообще-то на кардита не особо работаем. Так, ну, стал лжом? Или... Нет, первое. Бе-бе-бе-без лжи. Новое задание. Песок в бензобаке. Посеять разногласия между бандами. Ладно, слушайте. Банды могут быть верны Либерти, но друг друга ненавидят доколик. Так, задание обновлено. Боги и клоу. Поговорите с маркетантами и рабами в лагерях пожилов и Лос Паятсес. Так, задание обновлено. Канарейка в шахте. Поговорите с рабом-собирателей шрамов. Банды... Банды могут быть верны Либерти, но друг друга ненавидят доколик. Пока можно. Поговорить с... Уже было. Так, ненавидят доколик. Все, что вам нужно, это чтобы в каждой банде думали, что остальные хотят их как-то наколоть. И тогда там все к чертям взорвется. Как пороховой склад в грозу. Баги какие-то. Лос Паятсес и Божиловы готов вцепиться друг другу в глотку. Надо их только чуток подтолкнуть. А собиратели шрамов и друг с другом лазят не лучше. Чем с кем бы то ни было еще. Ключ от загона для рабов предмет получен. Я бы сделал вот что. Поговорил бы с их рабами. Рабы всегда что-нибудь этакое знают про своих хозяев. А у меня есть ключ от загона, где их держат. Дарю, берите. Попробуйте разнюхать что-нибудь, чтобы стравить банды друг с другом. То есть с разведданными ты нас не снабдишь. Шпион называется. Расскажи заранее что нас ждет. Вопрос. Общую картину я вам могу обрисовать, но насчет подробностей это вы уж сами. Вам кто интересен? Собиратели шрамов? Лос Паятсес? Божиловы? Расскажи нам о собирателях шрамов. Это самая большая банда и самая крутая. Роботорговцы, любители переделывать свои тела, сущие варвары. Самое слабое их место в том, что каждый сукин сын хочет стать главарем. Так что у них сплошные внутренние свары. Сейчас боссом у них стальное хлебало. Вот кто отжал это место у кордита. Но каждую неделю кто-нибудь из подручных бросает ему вызов. Так что он вынужден ходить с оглядкой. Может вам удастся на этом как-нибудь сыграть? Расскажи нам о Лос Паятсес. Это самая слабая из банд. И из самих их это жуть как бесит. Прямо из сил выбивается, чтобы их принимали всерьез. Выходит довольно забавно, учитывая, что собственная их фишка – ничего всерьез не принимать. Дружок твой погиб. Вот прикол. Руку потерял. Обхохочется. Но как же они из себя выходят, когда другие банды не проявляют к ним уважения? Главный клоун – Шибзик по имени Личарито. Жизнь не видал более мерзкого утырка. Вечно всех обсирает. Небось, потому его босса мы сделали. Язык у него – твоя бритва. Расскажи нам о божиловах. Эти – самые стрёмные. Читают, будто могут общаться со своими небесными богами тем, что привязывают к воздушным змеям живых людей без рук, без ног и запускают у мака. Другие банды, если тебя убивают, так ты хоть понимаешь для чего. А с божиловыми – хрен их там поймешь. И главарь – дремлющая звезда. Считает себя типа мессией, что ли. Другими бандами даже знаться не хочет. Ввязался с ними только потому, что думает – это его лучший шанс поквитаться с Патриархом. А то давно бы перерезал всем остальным глотку и ускакал в закат. Ты не упомянул Дорси. Насчет Дорси забейте. Они теперь у Либерти личные телохранители. Из лагеря носу не кажут. И с другими бандами дела не имеют. Кроме как если надо козить кого-нибудь. Какого-нибудь дуралея. Дуралея. Который хотел сделать какую-нибудь глупость. Дорси вам по-любому предстоит схватиться. Но вы же хотите, чтобы пришлось драться только с ними. Так? Где этот загон для рабов? Прямо рядышком с главным лагерем. Но вы лучше зайдите через боковой вход. Откройте его моим ключом. Иначе бандиты вас увидят. И начнется полный ездец. Ладно, договорились. Посмотрим, что там как. Отлично. Идите вдоль гоночной трассы на север. Там увидите лагерь банд. Главное – к передним воротам не приближайтесь. Охрана атакует всякого, кто подойдет слишком близко. И это только в кайфе. И слушайте. Если нужны будут патроны, оружие, припасы, обращайтесь ко мне. Мне платят натурой. Так что у меня всего завались. В какой стороне их лагерь? Двигайтесь дальше в том же направлении, в котором ехали. Там будет забор из сетки. Большие ворота. Охрана. Не промахнете. Только лучше промахнитесь, если не хотите, чтобы вас перебили. Из вещей что-нибудь нужно? Покажи, что у тебя есть. Покажи, что твой новый год. Это требуется киборг, киборг, киборг. Киборг. Роковое оружие – это револьвер. Помповое точно такое же у нас уже есть. Снайперка 9. максимум можно кому-нибудь из этих взять вот ей как раз можно взять так штурмовая винтовка это такая же у нас у этого моим такая же пулемет огнеметы это все не надо модификаторы урон от скрыта таки не надо не надо дальность магазина и надо дальность дальность можно кстати это ведь возьмем надо патроны рано сейчас посмотрим уже скорее всего не надо где у нас дальность это вместо шанс крита мы берем дальность так и принципе можно какой-нибудь магазин купить всего лишь один так и все мощном ученик патроны у нас этих 283 2 440 377 120 я думаю хватит не даст она не даст подойти разрешил так тут дверь так вот нас карта красная трасса округа юма и что-то закрытое у нас окошко у нас появилась ящик с оружием надо ящик за броней силовая броня открытие закрывания замков уровень 10 что-то должно быть крутой тут и 100 лет ящик выпивки патроны патроны прям готовится последний бой оконись можно еще и вернуться колорадо наверно да да мы пришли можно пойти тут из ферма ветряков божилов шахта собиратели шрамов а третий где еще были боевый фургон не взаимодействует с ним с бурав мимизация коэффициентов они не существуют случайно вышло но раз вышло можно посмотреть что с механиками всего убить еще недельная будет задание принципе мы не провалили никакой не зря же он сюда пока я загнал слабенько так мы хотели посмотреть как козья пушка стреляет улетел сюда прилетел вот это может его пробьется лучше там уже не убьем еще набежали стреляет неплохо просто струбежал через дверь он бежит такой я должен атаковать нашел это что-то из ряда багов но мне кажется мы сейчас их объемы просто как бы ничего не изменится так же продолжим просто выполнять кофе тем более вроде говорят если у нас будет в команде броненосец то они уже с механиком уже поссориться там надо по моему железная задница восьмерку иметь что они не подрались и в ином случае надо что кто-то один из них умер а и и и и и б и и и и и и и и квесты все остались и квеста гружая тянет на сначала посмотрим что у них был ресничек так у него был ключ от гаража механика выран из его оцепеневших мертвых рук понимание вот этот прямо взломали загрузили игру так вот здесь мы по новой все собрали в этот раз нам так далее другое налетку броню штурмовая броня спектр она принципе лучше не лучше броня инициатива время обнаружения выглядит она прикольно так это я не знаю тоже конечно хотел быть бы посмотреть она принципе мы сможем смотреть канал бит на мы просто штраф получаем в принципе такой костюм там это что до этого собирали такой костюм неплохой кстати уникальный такой шлем как мы наверно в конце игры уже когда дойдем не знаешь кто там конечно будет если будет варианта можем всякое поодевать посмотреть теперь вспомнить что у него было броня броня какой-то шлем а пусть будет так двигаемся дальше из колорадо это ферма ветряков божилов на первый квест а второй квест здесь основное горели где-то через центр нельзя идти башни из машин это сложил друг на друга разбитые автомобили на сверху предел факел праздник продолжается войн уж туда нам нельзя пока ничего не видно здесь кто не нападает арена для гонок на выживание вроде никого нету окопа на это окопа на на окопа на Шлем для арены. Шлем. Отголоски того, что вы сделаете с этим шлемом в своей жизни. Будут раздаваться вечно. Слонение брони. 500 хлама. Так, вскрыть замок. Восьмой уровень. Патроны, модификатор, кассета. Гонка на скоростной трассе округа Юма. Запись увлекательной гонки на скоростной трассе округа Юма, сделанная еще до апокалипсиса. Ю-лю-лю. На скоростной трассе округа Юма пахнет горелой резиной, а мы переходим к финальному этапу Кубка. Сегодня соперники идут на зря-назрю. Возглавляют гонку Элисон Родригес и Гэрил Стоун. Ну вот, Сэмми Мартинес выходит на горной стране, стремясь обойти Стоуна. Они выходят на прямой участок. Лидирует Родригес. Стоун перестраивается на внутренний край. А вот Родригес. За лидерство борются три участника. Это... Ух ты! Стоун стукнул Родригес. Мартинес не может уйти с дороги. Сталкивается со Стоуном. Стоун и Мартинес цепились. Обе машины горят. Гонка остановлена. Аварийная бригада пытается попасть в машину. Господи, как нехорошо. Гранаты. Так, за пределами. Как мне их достать, если они там? Так, есть только один вариант. Если можно, конечно. Можно, наверное. Нет, так нельзя. Тогда я не знаю, как их достать. Нет, туда не подойти просто. Отсюда тоже не подойти. Интересно. Больше у меня вариантов нет. Ракетница не помогла. Гранаты точно тут не помогут. Ладно. Такая лежит. Хлам, хлам. Мы здесь посмотрели. Ладно, пойдем на юг. Прицел. Шанс крита плюс 7. Улики. Больше ничего нет. Заправочная станция. Развали на автозаправочной станции на шоссе. Газовый баллон. Купол из молебденного сплава. Идификатор брони. Так, клоун из люка.